Мужики, всем привет! В предыдущем видео я отметил, что атлеты в прошлом уделяли особое внимание силе рук в целом и силе хвата в частности. Конечно, этот момент вызвал интерес у многих. И я решил более углубиться в данную тематику и поделиться своими мыслями по данному поводу. Начать я хочу с анализа одного из моих кумиров, Ивана Максимовича Поддубного, который был и остается общепризнанно лучшим профессиональным борцом в истории. Поддубный, по словам его современников, мог без отклонения корпуса и маха поднять 120 кг сгибанием рук в локтях. То есть, это результат подъема штанги на бицепс. Плюс, он мог свободно перекреститься двухпудовиком, то есть гирей 32 кг, и сплести косу из 3,02 гвоздей. Блин о силе Ивана Максимовича еще очень много. Я, кстати, хочу вам порекомендовать к просмотру два великолепных фильма. Первый из них документальный, называется «Трагедия силача», второй художественный, под названием «Борец и клоун». Две киноленты великолепные. Они показывают и рассказывают жизнь этого великого атлета. Поэтому, кому не безразлична история силачей, обязательно к просмотру. Что же касается непосредственно силы, то Поддубный был наделен ею от природы, и отец и дед были очень сильными. А работа портовым грузчиком укрепила будущего чемпиона чемпионов еще больше, сделав его феноменальным атлетом. О тренировках Ивана Поддубного информации до наших времен сохранилось, к сожалению, мало. Поэтому, предположу на свой страх и риск, что стальной хват был развит именно работой с тяжестями в порту, гилями на тренировках, и, полагаю, отдельного внимания проработки мускулатуры величайший борец не уделял. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. А я тем временем расскажу, как я занялся укреплением своих рук. Во-первых, мне пришлось признать, что руки у меня слабые, и отдельно выделять время на то, чтобы акцентированно прорабатывать предплечье, кисти, пальцы и руки в целом, у меня нет. Поэтому я расширил грифы на гантелях, взял обычную трубу, обрезал и одел ее на гантель. Теперь значительно у меня получается шире хват, и прорабатывая бицепс, я также прорабатываю предплечье. И накинул расширители на перекладину. Эффект почувствовал моментально. Но это для статической работы. Для динамической я соорудил вот такой себе тренажер из подручных средств. Взял держак от лопаты, трос со старого рюкзака, и теперь я могу накручивать любимую свою царскую гирю, тем самым эффективно, качественно прорабатывая мышцы рук. Плюс за счет удержания на весу, теперь еще больше работает верхний плечевой пояс, плечи в частности. Можно накручивать как в одну сторону, так и в другую. Как я и говорил ранее, ведь для того, чтобы тренироваться, нужно только немножко больше смекалки, и вы сможете себе обеспечить хороший тренинг в домашних условиях. Еще прикупил три десятка гвоздей, двухсотых, чтобы их гнуть и тем самым прорабатывать силу предплечья и хвата. Поначалу этого хватит, думаю, более чем, а что из этого получится, мы скоро увидим. Так что подписываемся на канал, до скорых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok